Здравствуйте, это Игорь Виттель, Продукт с Игорем Виттелем. Сегодня мы беседуем об индустрии игр, точнее, компьютерных игр. В студии у меня Дмитрий Савков, руководитель департамента развития бизнеса Mail.ru Group. Телефон нашей студии 651099.6. И, Дмитрий, добрый день. Хотелось бы понять, на самом деле, что сейчас представляет из себя этот... Когда мы говорим компьютерные игры, раньше как бы это понималось как игры для компьютера. Сейчас мы понимаем, что речь скорее идет об онлайновой индустрии. Очень бы хотелось... Только вот не забудьте наушники, надеюсь, потому что вас не слышат. Как-то неудивительно, да, вот и микрофон поближе. Хотелось бы понять, что из себя сейчас представляет рынок онлайн-игр. Онлайн, компьютерных, и как вы его сегментируете, где вы видите основные направления роста. Да, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, радиослушатели. На сегодняшний день рынок онлайн-игр, его можно... Это не только компьютерные игры. Его можно сегментировать на несколько ниш. Одна из них — это, конечно, клиентские компьютерные игры. Дополнительно, это игры для социальных сетей. Также это игры для браузеров, игры для мобильных платформ, для телефонов и для планшетов. Вот, и частично также есть игры для консолей. На 2012 год, что касается российского рынка, его можно оценить как 49,5 миллиардов рублей. То есть, говорят, что эта индустрия уже обогналаки на прокат, да? Да, это действительно так. Что добавить вообще про рынок? То есть, конечно же, драйвером роста игровой индустрии являются клиентские онлайн-игры. Клиентские онлайн-игры — это проекты, которые... Расшифруйте для некоторых радиослушателей, которые не в курсе сложной терминологии, что такое клиентские онлайн-игры. Клиентские онлайн-игры — это игры для ПК, которые имеют некоторую часть для скачивания в интернете и установки на ваш персональный компьютер. Например? Например, игра Warface или игра Perfect World или игра Alloda Online. Из мировых брендов это, наверное, самое известное будет World of Warcraft. То есть, это некая клиентская часть, которую вы закачиваете на свой компьютер, но игра при этом происходит онлайн. Да, да, все так. Вот, это, наверное, основные проекты на сегодняшний день на российском рынке. А также, помимо этого, есть браузеры на игре. Представляют они из себя тоже онлайновые игры, только при этом вам ничего абсолютно не нужно устанавливать. Вы открываете свой браузер, набираете адрес игры, и все, и вы в проекте. А монетизируется-то это как? Вот тут, как бы, для меня лично загадка, кто что, как и за что платит. Я слышал какие-то легенды, что даже убивали кого-то, там, за похищенную, взломанную игру. Ты похитил мой меч, и реально там люди приходили и убивали в реале. Было заведено даже какие-то несколько уголовных дел. То есть, я об этом не слышал, для меня этот мир настолько далек. Ну, я там, кроме в свое время, как на Фейсбуке, на ферме, особо не представляю, что такое браузерные игры, что такое игры в социальных сетях. То есть, я представляю, я с трудом представляю, как они монетизируются. Но прежде чем мы на эту тему поговорим, я бы хотел подключить по поводу того, что индустрия, игровая индустрия, игровая это казино. Александр Лужин у нас на связи, исполнительный директор Amir Movie Research. Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот представители игровой индустрии утверждают, что они уже обогнали кинопрокат. Очень хотелось бы услышать ваш комментарий на этот счет. Ну, это нормальное абсолютно явление. Во всех развитых странах игровая индустрия гораздо больше по своему объему, чем кинопрокат. Если мы возьмем, например, Соединенные Штаты Америки, то доходы от кинопроката в кинотеатрах у них составляют порядка 10 миллиардов долларов в год. Тогда как игровая индустрия, в основном это онлайн игры, дает порядка 21-24 миллиардов долларов. А если посчитать с продажей вместе с DVD, мерчендайзингом и прочим? Ну, у меня нет таких цифр по Соединенным Штатам. Ну, по ощущениям, вы можете сказать, насколько это больше? Ну, по ощущениям, я думаю, если мы берем, так сказать, прокатки на прокат, так сказать, со всеми дополнительными доходами, то это будет порядка 20 миллиардов, наверное. То есть вы считаете, что эта тенденция абсолютно нормальная? Да, это абсолютно нормальная тенденция, она во всех странах так очень. Спасибо большое. Напомню, Александр Лужин был с нами на связи, исполнительный директор Ромир Муверисович. Так, монетизация. Кто за что, как платит? Да, я думаю, что, может быть, прежде чем перейти к монетизации, добавить комментарий к словам Александра по поводу того, что игровая индустрия обогнала кинопрокат. И основной, наверное, причиной, почему это произошло и почему, собственно, мы видим такую ситуацию. То есть, по сути, и игры, и кино — это индустрия развлечений. То есть единственная и существенная разница заключается лишь в том, что кино представляет всего лишь зрелище, то есть вы никак не можете влиять на происходящее событие. Ну, это пока что, я думаю, недалеко. Ну, на сегодняшний день, да, мы говорим. Речь уже зайдет об интерактивном кино. Да, да, да. Вот. А игры, они представляют из себя интерактив. Вот. И ввиду того, что технологии шагнули далеко вперед по сравнению с ситуацией, например, лет 10 назад, вот, картинка, которую мы видим на экране монитора или на экране телевизора, она очень качественная. Вот. И у пользователя при длительном взаимодействии с игрой у него, можно сказать, что исчезает ощущение, что он находится где-то, ну, что он находится у себя в комнате, играя в проект. То есть он полностью растворяется в игре? Да, у него идет полностью погружение в игровую вселенную. Но все-таки мне бы хотелось услышать по поводу монетизации. Поскольку у нас все-таки Финамфэм, ну, как-то часть Фин меня интересует в данном случае значительно больше, чем растворение пользователя в игре. Да, конечно. По поводу монетизации. То есть существует две основные модели монетизации игры. То есть первая — это игра по подписке или игра, когда ты платишь фиксированную стоимость и дальше играешь абсолютно бесплатно. А по подписке — это значит, что на ежемесячной основе происходит оплата. Вот. И игры, которые наиболее популярны и востребованы в России — это фри-то-плей. А в переводе... Бесплатная игра. Да, абсолютно бесплатная игра. То есть для того, чтобы играть в эту игру, ничего не требуется. То есть требуется всего лишь игровое устройство, телефон или компьютер. А монетизация как происходит? Рекламная? Нет. А монетизация происходит за счет того, что вы можете потратить, например, пять часов вашего времени на то, чтобы достичь определенного результата. А можете это купить. А можете потратить пять рублей. И это основной драйвер монетизации. Помимо этого, конечно же, кроме продажи времени можно еще... Ну, а о каких деньгах вообще идет речь? Мне просто интересно. Я помню там несколько игр, которые там были в Фейсбуке, ВКонтакте. Примерно такая игра. Что приносит владельцам, что приносит социальные сети или порталы, на которые, в частности, допустим, Мэл.ру. Как происходит распределение доходов? О каких вообще деньгах идет речь? Сколько инвестируется в то, что создает такую игру? Что она потом приносит? И так далее. Ну, наиболее интересно, наверное, взять сейчас мобильный сектор. То есть там... Это сейчас рынок, который растет наиболее динамичным образом. И сроки разработки проектов, они минимальны. То есть это где-то от полугода. То есть это игра, которая продается для мобильных устройств. Планшетников или телефонов. Да, да. Абсолютно. А мы тогда, объясните, Мэл.ру-то здесь, причем. Вы выступаете в качестве кого? А мы разработчик и издатель. В качестве разработчик. И разработчик и издатель мобильных проектов. Вот. И если мы возьмем вот мировые примеры, например, лидер... Ну, там Angry Birds какой-нибудь. Например, Angry Birds или даже интереснее есть на японской компании. Игра называется Puzzle and Dragons. Эта игра на сегодняшний день зарабатывает 3,8 миллионов долларов в день. Но это исключительно вариант. Это исключительно вариант. Сколько вы знаете таких игр? Ну, их-то немного на самом деле. Их наберется, ну, меньше десятка. Ну, допустим, я сейчас не помню точно, сколько стоит там Angry Birds для площадника, допустим, 4,99, да, 5 долларов за игру. Сколько у него примерно скачивания в день идет? На российском рынке сложно сейчас сказать по Angry Birds, поскольку... Ну, хорошо, условный Angry Birds. Значит, давайте возьмем какой-нибудь из ваших проектов. Сколько стоит, сколько скачиваний в день, как вы делитесь с App Store или с Google Play, насколько тяжело попасть и так далее. Ну, я так думаю, что просто есть радиослушатели, которым интересно понять. Они долго думают, а может быть, нам какую-нибудь игру такую создать, написать. Да, конечно. Платформа, если мы берем платформу Apple, то она забирает 30% картинок. Вот. Что по разработке... То есть, а сколько примерно стоит разработка одной игры? Ну, не суперсложной, да? Я сейчас не говорю о том, что, в общем, наверное, Angry Birds и Cut the Rope, они с точки зрения технологий тоже были не самые сложные. Просто люди попали, скажем так, ну, бывает такое, угадали коммерческий успех, попали в яблочко, то, что называется. В надгрызанное яблочко, в данном конкретном случае. Но в целом, не самая сложная игра. Вы знаете, здесь сказать сложно, потому что есть, например, примеры, игра, которая находится в топе App Store, магазина под Apple. Вот. Игра Temple Run. А она была сделана компанией, можно сказать так, Bedroom Company. Была сделана мужем-женой. Да, который просто, в гараже, называлась Garage Company. Да, именно. То есть, была сделана двумя людьми на энтузиазме. Вот. В итоге, в один прекрасный день они проснулись миллионерами. А, тем не менее... Тем не менее, да. Вы опять-таки подтверждаете. Понимаете, существует действительно огромное количество... Ну, как огромное количество... Ну, достаточно значимое количество людей, которые умудрились попасть вот в это яблочко. Простулись, угадали спрос на рынки, угадали какие-то тенденции. Иногда даже там угадывать было нечего. Просто неожиданно оказалось популярным. А затратили они там вот действительно на коленке написали. Но существует огромная индустрия людей, которые сидят и эти игры штампуют в надежде, что что-то выстрелит. Вот у вас же штамповочная мастерская, грубо говоря, да? Ну, здесь нельзя сказать, что штамповочная. Ну, хорошо. Поточная, если вам не нравится слово штамповка, да? Поточная. То есть у вас есть определенный коллектив разработчиков, да? Вы примерно представляете себе, что может пользоваться успехом на рынке. Пытаетесь занять эти ниши. Что-то выстреливает, что-то нет. Но вы примерно понимаете, что одна разработка игры в Мейл.ру стоит примерно сколько? Ну, от 50 тысяч долларов. До. Вы знаете, предела нету. Ну, самый дорогой проект, который у вас был. Ну, можно сказать, где-то до полумиллиона. От 50 тысяч до полумиллиона. Да. Ну, в принципе, разработчик недостаточно большой. Буквально через несколько минут вернемся в студию после выпуска новостей и продолжим беседу. Ну, все, возвращаемся в студию. Напоминаю, что у меня в студии Дмитрий Савков, руководитель департамента развития бизнеса Мейл.ру. Групп. Беседуем мы об индустрии онлайн-игр, компьютерных игр. Многопользовательских игр и обо всем, что связано с энтой индустрией. Итак, мы остановимся на том, что разработка от 50 тысяч долларов, простите, до полумиллиона. И давайте считать. Значит, ну, допустим, игра, которая стоила у вас полумиллиона. Она у вас в App Store стоила сколько? Я сейчас не смогу сказать точно. Ну, примерно. Она бесплатная? Бесплатная. Все игры бесплатные, конечно. А монетизация? А монетизация идет за счет продажи внутриигровых предметов. То есть это микротранзакция. То есть монетизируется она за счет, как бы, то, что называется in-play sales. Да. Значит, хорошо. И примерно отбилась она на сколько? На 100% она отбилась, конечно же. То есть вы окупили игру? Да, конечно. Вложение. Можете назвать эту игру? Это не реклама? Джиггернаут. Джиггернаут, да. Джиггернаут. In-purchases тоже называется. Хорошо. Если выбрать другой путь, вот те, кто создает для продажи, считаете ли вы, что люди вот сидящие, скажем, то, что вы назвали bedroom, да, как бы, два-три мальчика собрались, придумали проект, да, как это было с Cut the Rope. Каковы у них шансы удачно попасть в ямочку? Виде, вот те сегменты, которые, на ваш взгляд, ну, понятно, да, мы уже определили, что интереснее всего сейчас мобильные игры, да, где внутри, да, как, какого пользователя, там, аркады, RPG-шки какие-нибудь или прочее, будут наиболее привлекательны для тех, кто хочет попытаться на этом заработать? И сколько можно попытаться на этом заработать? На сегодняшний день самый востребованный, конечно же, это проекты типа City Builder. Это проекты, где у вас есть некоторый или город, или какой-то, какой-то участок для взращивания. Вот, игра, которая требует небольшое количество вашего внимания, вот, но которая имеет... Ну, то, а-ля ферма, которая... А-ля ферма, да, примерно. Вот, а в этой нише уже присутствует достаточно большое количество игр, и если мы говорим про коллектив из молодых разработчиков, двух-трёх энтузиастов, то, скорее всего, нужно иметь именно какую-то новую свежую идею, то есть и попасть именно в нишу, которой сейчас ещё нету. Ну, так, на мой взгляд, там, по-моему, всякие квесты, которые можно играть часами, как бы... Квесты, они все конечные. Дело в том, что если мы берём квесты, то они завязаны на сюжете, а сюжет, он придумывается разработчиками. А наиболее интересные проекты, с точки зрения финансов, это те проекты, где есть взаимодействие пользователей друг с другом. То есть, например, противостояние одного пользователя против другого пользователя, и для того, чтобы выиграть, например, одному пользователю, нужно каким-то образом улучшить своё войско против другого пользователя. И вот, с точки зрения финансов, это наиболее интересно. Но вы видите действительно свежие ниши внутри этого сегмента? Что-нибудь новое там действительно можно придумать? Можно, конечно, но, знаете, нужно придумывать. То есть так, если бы существовала единая идея, которая бы сделала всех миллионерами, все бы сразу же туда побежали. Нет, я понимаю, но так вот по вашему ощущению. Во-первых, это еще надо сделать грамотно. Конечно, конечно. У нас, к сожалению, с юзабилити очень большие проблемы всегда были. Поэтому я когда гляжу на то, что сейчас создают российские разработчики для того же iPad, как-то очень уныло мне становится, потому что не успех той же фермы или ее аналогов, которые были. А, кстати, вот как вам кажется, мобильная платформа или социальные сети, что сейчас наиболее выгодно и действительно завлекательно? Наибольший рост сейчас проявляют мобильные сети. Притом мобильные, почему? Люди когда предпочитают играть в мобильные телефоны? Свободное время. Свободное время, оно появляется практически постоянно. В метро, например, или там в перерывах на работе, или во время работы, где угодно, в школе, в институте, в любой момент. Вот и очень низкий порог входа. То есть для того, чтобы запустить игру, не нужно иметь компьютер, не нужно иметь рабочее место. Телефон, он всегда с собой. Не телефон, даже, а смартфон. Всегда с собой. Ну и социальные сети в смартфоне у всех присутствуют. Возьмите тот же Facebook, так он просто везде. Все верно, но доступ к игровому проекту, он более сложный. То есть если в мобильную игру это один клик, то в социальную сеть это несколько кликов. А это усложняет процесс захода в игру. А, конечно, будущее, оно будет за мультиплатформой. Ну, мы только что говорили, что больше всего интересуют именно там какие-то противостояния с другими живыми людьми. Да, да. Тем качеством мобильного интернета, который существует, по крайней мере, в Москве и в Питере, да, мне кажется, что это утопия говорить о том, что кто-то, сидящий в метро, может спокойно играть в игры именно онлайновые. В метро, наверное, нет. Ну и в других местах не очень. Вообще, в том месте, например, если мы используем... Мы с вами, видимо, в разных городах живем. Ну, вы же знаете качество мобильного интернета в Москве. Его достаточно. Оно чудовищное. Его достаточно. Да? То есть сейчас необязательно должна быть онлайновая сессия прям непрерывная. Угу. Вот, то есть это может быть, грубо говоря, ну, как сказать, пошаговая игра, например. Вот, где интернет-коннект постоянно необязательно нужен. Хорошо. Про другие модели монетизации мне бы хотелось поговорить, кроме как in-store purchase. Есть менее популярные. Это покупка игры. Это единоразовая оплата. Помимо этого, бесплатная игра, где в дальнейшем покупается... Платная версия. А платная версия, да, более полноценная. А бесплатные игры, где продается внутриигровая реклама. Угу. Собственно, наверное, и все. А что из этих, на ваш взгляд, более популярно, что не имеет будущего? И существует ли какая-нибудь, скажем так, игровая реклама не просто, когда она раздражающе всплывает, мешает играть, но как-то более завязанная с реальным миром, вполне возможно, там, с дополненной реальностью, с чем-то еще? Конечно, есть. Есть, но не в России пока. Почему? А в России это не очень востребовано. Почему? Так у нас рынок сложился. Вы считаете, вот сейчас, отвлекаясь немножко от именно игр, да, вы считаете, что тот же Фосквер в России, там, или Альтер Гео, они не имеют будущего, да, потому что, как бы, до сих пор не смогли монетизироваться и нормально, как бы, договориться. Опять-таки, тут и речь идет, я геолокейшен, я дополнен на реальность. Ведь открывается невероятное количество возможностей, да, и если бы у меня были волосы, они бы стали дыбом. Потому что каждый раз, когда я задаю вопрос, почему, ну, почему, да, ведь, казалось бы, там, сам Бог велел, и тем, и другим уж Фоскверу хотя бы, имея такую базу, да, имея такие связи, вполне можно было заниматься чем угодно, там, онлайн-маркетингом, продавать дополненную реальность, заниматься онлайн-рекламой. А нет, почему? Ну, Фосквер, он все-таки не совсем игровое приложение. А я не говорю, что это игровое, говорю, отвлекаясь от игр сейчас. Да, да, да. А почему бы и нет, кстати, да? Вот, и мне вопрос, почему это не работает, кстати, и в мире-то не особо удавалось монетизироваться. Поэтому вот мне всегда, когда говорят, что вот мы сейчас замечательно создадим какой-нибудь проект, а потом, мне кажется, что подобные проекты, они в основном создаются под то, чтобы продаться какому-нибудь богатому дяде. Всегда кажется, что сейчас придет какой-нибудь, вот мы только что слышали, да, в новостях, условный баловатник и чего-нибудь купит, да, или Мильдар возьмет и купит. Как он в свое время Мэлру там прикупил. Все как бы бегают по рынку в мальчике с горящими глазами, но истории такого успеха мы их можем перечитать по пальцам руки, да? Это как, если брать российские. Это Кадероп, опять-таки, насколько я понимаю, это российские разработчики. Кого бы еще? Ну, это как бы вообще уникальный вариант, когда люди угадали, просто, опять-таки, в десяточку попали в яблочко. И вы можете привести другие примеры? Ну, так, чтобы это была не просто игра, которая, да, зарабатывает деньги, а стала бы хитом, как стали Angry Birds, скромной финской студии Ровио. На российском рынке? Да. На российском рынке вряд ли. Вот именно чтобы прям мировым хитом от российского разработчика. Ну, вот Кадероп только единственный. Кадероп, наверное, да. А почему так происходит? Это должен быть какой-то рынок индустрии, большой рынок разработчиков, серьезная работа маркетологов. Либо это секрет, как вам кажется. Ну, вот так, действительно, сидели два мальчика, скажешь, а вот клево сейчас было бы нарисовать это. И бац, и заработало. А если мы говорим про мировой проект, то такой проект должен учитывать интересы всех пользователей и интересы... Ну, должен попадать в культуру на каждой территории. То есть он должен нравиться как азиатской аудитории, так и европейской, так и американской. То есть не только российской. Вот. А предпочтение у всех разное. Если брать проект Кадероп, ну, он, да, он действительно успешный и интересный, попал в нишу с харизматичным милым персонажем. Ну, нам бы хотелось масштабировать этот проект, понимаете, и условный проект, не обязательно Кадероп, да? Нам бы хотелось, чтобы в России было больше разработчиков, чтобы в России прогремело там, как, серьезный производитель онлайновых игр. Или игр для социальных сетей, ну, тоже онлайн, как я имею в виду сейчас, мобильные платформы, социальные сети. Почему до сих пор не происходит этого? Возможно, нет инфраструктуры для всего этого. То есть нужна инфраструктура, вы не верите в одиночек. В одиночком, может быть, достаточно дорого это все делать, если нету идеи хорошей. То есть, что такое производство проекта? То есть, это должна быть хорошая идея, помимо этого, грамотная реализация этой идеи, и помимо этого, еще серьезное продвижение для того, чтобы проект был заметным. Потому что даже реализовав первое и второе, без продвижения проекта... А что вы имеете в виду под продвижением? Аудитория. То есть, рекламировать проект, чтобы о нем люди узнали. А как достучаться до аудитории в таком специфичном? Потому что я вот, например, если я не вижу в топе App Store или Google Play, для меня это и не существует. Для того, чтобы попасть наверх, я понимаю, что это как-то должно... Я не верю, что это все распространялось именно рекламой. Это все-таки вирусная такая вещь. Это должен быть какой-то вброс. Прямой рекламой такого не запустишь. Я имею в виду удачный проект, который с нами исхитаем. Ну, это различный способ рекламы. То есть, помимо рекламы, еще должен быть удачный проект. То есть, одной рекламой... Я понимаю, но при наличии первых двух, мне все равно кажется, что это должен быть все-таки несковирусный проект. Возможно, да. Сколько стоит реклама, примерно? То есть, когда вы рекламируете ваше проект, примерно на каких деньгах идет речь? Где? То есть, как бы она не рекламируется на сайте Mail.ru? Где-то еще? Знаете, это идет по кубка трафика. То есть, сейчас на этот вопрос я, наверное, не смогу ответить точно. Ввиду того, что... Ну, понятно. То есть, это не ваша тема, да? А вы действительно считаете, что мобильные приложения уже навсегда покончили с играми в социальных сетях? Что, как бы, будущее за ними? Нет. Игры должны быть все-таки кросс-платформенные. Кросс-платформенные все. Продолжим после выпуска новостей буквально через минуту. Ну, сейчас продолжим нашу беседу. Напоминаю, в студии у меня Дмитрий Савков, руководитель департамента развития бизнеса Mail.ru Group. Для фонстудии 651099.6 вы пишите на странице нашей программы finam.fm. Итак, возвращаемся к кросс-платформенности, Дмитрий. На ваш взгляд, вы считаете, что все должны быть кросс-платформенными? Это удобно. Прежде всего, потому что, то есть, что такое кросс-платформенность? Это, например, ты начинаешь играть на мобильном телефоне, продолжаешь, придя домой, перед вами большой монитор, вы продолжаете играть на мониторе, также без проблем можете играть на планшете в одну и ту же игру, не прекращая процессы развития, собственно, персонажа. А возможно такая кросс-платформенность для мобильных онлайн-игр? Да. Я просто имею в виду не для мобильных онлайн-игр, а для многопользовательских онлайн-игр. Да, конечно, конечно. А примеры можно? И объясните мне, как это работает. По сути, есть клиенты. На сегодняшний день примеры вот именно полноценной кросс-платформы привести сложно. Но как это работает? Есть серверная часть, есть клиентская часть у каждого приложения. Серверная часть одна, клиентские части разные. А за любой информацией клиентская часть обращается на один и тот же сервер. Это понятно, но я не очень понимаю, сейчас уже с развитием индустрии, допустим, если когда-то казалось, что основной мобильный терминал это iPhone, с которого можно играть во все. Ну, скажем так, что, в общем, пару бупельниц, можно сказать, уже смело, опять-таки, без рекламы. У него выиграны ли и андроидные, да? В том числе Samsung. Это уже устройство с более крупными экранами, да? Тем более, вот тот же Samsung стал выпускать Samsung Note. Это все-таки и не планшет уже, но уже и не телефон. Вот на таких я понимаю, но как играть с того же iPhone, допустим, в какие-то многопользовательские онлайн-игры, я не очень понимаю. Это зависит от интерфейса самого проекта. Например, есть на сегодняшний день игра номер один в App Store, игра Clash of Clans. На нее можно играть как с планшета, так и с телефона. Это понятно, что как бы существуют и планшетные версии, и телефонные версии. Я говорю просто о том, что, во-первых, телефонные версии не очень удобны. Нет, не очень удобно, да. Эти телефонные как бы версии, ну, в общем, не очень понимаю, как в многопользовательские онлайн-игры, там тот же там... Телефонная версия, она в настоящем случае является способом попасть в игру без... Да, полноценный функционал там есть, но его использовать не очень удобно. То есть, например, если мы возьмем тот же самый пример игр про фермы, зайти с телефона, собрать урожай, все. А основной игровой процесс, он будет происходить либо с планшета, либо с настольного компьютера. Ну, это, кстати, опять-таки было сложным, если бы про ферму-то заговорили, там, айфон флеш не поддерживал, игры были сделаны на флеше, поэтому это, опять-таки, возникало очень много вопросов. Это пример всего лишь, вот именно функционала, как телефон может быть, как может взаимодействовать. Но, опять-таки, мы говорили не столько о кроссплатформенности, как с точки зрения операционной системы, с точки зрения мобильных приложений против социальных сетей. Где, на ваш взгляд, вы считаете, что за мобильными приложениями больше будущего? Да. Вот. А почему социальные сети нет? Вот интересен же успех ВКонтакте, который тоже создавал свои более упрощенные версии, в общем-то, там, у этих был ферма, я не помню, как это называлось вообще время. Да-да, там было много ферм. Да. Ну, там была одна основная, которую играли, а на ВКонтакте создали там достаточное количество ферм. А помимо социальных сетей существуют еще порталы, да? То есть, помимо, вот портал Mail.ru — серьезный источник трафика для игр? Да. А если мы берем портал Mail.ru, ну, у портала есть разная аудитория. Зависит от раздела портала, в котором эта аудитория находится. Например, если брать Mail.ru, то у нас есть раздел «Игры Mail.ru», который исключительно затрагивает игровую аудиторию. Собственно. А почему, на ваш взгляд, им интереснее идти к вам, чем сидеть в том же Фейсбуке или ВКонтакте? Качество игр, насколько ваше отличается? В чем ваша фишка, скажем так? А все игры, они рассчитаны на определенную аудиторию. То есть, если мы берем социальные игры, игры в Фейсбуке, игры в Одноклассниках или в моем мире, зачастую это наиболее простые игры, которые не требуют особо глубокого погружения в процесс. То есть, те же фирмы. Аудитория, это очень интересно, кстати. По-моему, это единственный момент соприкосновения. Аудитория Фейсбука в России, она все-таки разительно отличается от аудитории ВКонтакте. И еще более разительно все вместе отличаются от аудитории Одноклассников. Ну, грубо говоря, в Фейсбуке собрались, то, что сейчас кряклами называется, представители все-таки более-менее креативного класса, люди более интеллектуальные. Ну, простите за грубое выражение, ВКонтакте это шоколота. Посмотрите. Да. Одноклассники это наоборот, скажем так, шоколота, но более возрастная. То есть, люди, чем больше развивались одноклассники, вот лично мое ощущение, может быть, я не прав, что как бы одноклассники, это для людей, которые не очень хорошо понимают, что такое компьютер вообще, они там зависли на общении со своими давними выпускниками. Потому что более активная молодая аудитория не видит уже смысла. Ну, во-первых, им там некого искать, а потом уже все-всех нашли, что там общаться и продолжать играть. А с этой точки зрения, мне я просто не очень хорошо знаком с аудиторией ваших социальных сетей, да, моего рука, не пользовался, даже не смотрел, а никто. И чем вот это... Да, и если вы говорите, что у них общее только поиграть ферму, то это просто феномен уже получается. Все-таки мне кажется, что в Фейсбуке пользовалось бы большим спросом более интеллектуальные игры, да, какой-нибудь слабый звенок, кто хочет быть миллионером, причем так, чтобы можно было играть, вызывая своих друзей по социальной сети, да. И я не вижу пока, не то что бурного взрыва, вообще сколько-нибудь заметных интеллектуальных игр на рынке. Аудитория, конечно же, у каждой соцсети, она разная. То есть вы действительно правильно подметили, что в одноклассниках сидит более взрослая аудитория, то есть те, кто изначально искали своих одноклассников, потом их нашли и нужно было чем-то заняться, то есть как таковой игры как раз оказались востребованы. В ВКонтакте там сидит более молодая аудитория. Вот и аудитория Фейсбука, она не так значительна по сравнению с первыми двумя, но действительно она наиболее продвинутая. А что касается игр, то, конечно же, не все 100% аудитории в соцсети играют в игры. То есть можно сказать, что примерно, наверное, 30% из всей аудитории, которая там есть, им интересны игры, остальным неинтересны. Вне зависимости от того, что это за соцсеть. Вне зависимости. То есть люди же приходят в соцсети по разным причинам. Кто-то приходит пообщаться с друзьями, кто-то приходит кого-то найти. У кого-то постоянно открыта соцсеть, ему делать нечего, думают, что бы еще посмотреть. Весь интернет пересмотрел, да, дай-ка поиграю в игры. Тем не менее, вы так и не ответили на вопрос по поводу интеллектуальных игр. Почему не существует бума? Они существуют, но они не так популярны. Почему? Нету спроса в аудитории. Он есть, но он незначительный. А интеллектуальные игры, они требуют непосредственно, так сказать, более тщательного подхода к проекту, требует необходимость включать, если грубо сказать, да, требуется включать мозг, который и так постоянно чем-то загружен. То есть, например, если мы берем соцсети, то люди в основном сидят в соцсетях в рабочие часы. Зачем залезать в соцсеть в поисках чего-то интеллектуального? Я не согласен, что люди сидят в соцсетях в рабочие часы. Аудитория Фейсбука вообще, по-моему, круглосуточная. И потом, смотрите... Мы про пик говорим. Хорошо, мы будем говорить про пик. Значит, такие вещи, как всякие квизы и тривии, которые пользуются на Западе большим успехом. Я не очень понимаю, как многопользовательские, почему не пользуются у нас, и почему не только многопользовательские, посидеть, вместо того, чтобы пособирать урожай на условной ферме, ответить на какие-то вопросы, в ответ получить вознаграждение, там, грубо... Я помню все время, вот, это было до всяких социальных сетей. Наверное, это был год 98-й или 99-й. В Соединенных Штатах сделали замечательную вещь. Как я сейчас помню, это было... Ну, считайте, что заря интернета. Вы сидели, отвечали на вопросы по сериалу, который вы только... Или по фильму, который вы только что показали по телевизору. И, помимо всего прочего, должны были отвечать... Ну, там мог быть вопрос, обратили ли вы внимание, какие банки стояли в шкафчике во время разговора. Это LNSU условных. И если вы догадывались, там, может, было от рекламодателя получить какие-то бонусы. Это игра, которая возникает... То, о чем мы с вами и говорили, да, почему Fusquare никак не вовлекает людей, которые часто чекинятся. Ну, там, примитивно, конечно, вовлекает, там, мэру заведения кружка пива бесплатно. Но это не то, с ними не происходит никакой активной работы, никакого интерактива. И до сих пор работает вот эта вот схема. Но, по-моему, в России об этом никто не слышал, не делает и непонятно почему. Это вполне себе игровой вариант, да. Даже не всегда это требует интеллектуальности, это требует внимательности. Да, если вы вечером, вы сидите, смотрите сериалы... Хотя я понимаю, что там наша аудитория сериала, скорее всего, смотрит на каком-то турбофильме, чем... или скачивает их просто с сети, чем честно смотрит их по телевизору. Но, опять-таки, можно что-то придумать для тех же одноклассников. Ну, определенный спрос на игры такого типа, он есть. И аудитория, которой необходимы такие игры, она находит проекты такого типа. С другой стороны, здесь тоже вопрос, а насколько нужны многопользовательские игры такого типа, поскольку здесь нету... Я могу привести опять-таки пример. Есть игра «Слабое звено». Вот на самом деле, если вы откроете App Store, вы практически, во-первых, вы не найдете нормального воплощения, кто хочет быть миллионером даже, примитивного на русском языке, да. Во-вторых, по такому типу игр было очень много. Посмотрите в App Store, посмотрите в андроидных магазинах. Нету. Ну, то есть, если есть, но очень слабенько все, да. То есть, вялое подобие того, что могло было быть. Существует, тем не менее, в App Store, не в российском, к сожалению, английский вариант игры, «Слабое звено». Он, естественно, модифицирован от первоначального варианта. Он многопользовательский. В каком смысле? Я, честно говоря, не очень понял, как они это делают. И вполне возможно, что это все-таки некий фейк. Я допускаю. Но они показывают, привет, Игорь, вот с тобой играет одновременно сейчас Дмитрий, подключился этот, этот и этот. Вы отвечаете на эти вопросы. И ты уже борешься не с абстрактным компьютером, да, а как тебе кажется с живыми людьми. Опять-таки, повторюсь, я не знаю, живые они или нет. И с ними уже интересно. Это все-таки некая битва интеллектов. Это вовлекает. Я помню, что я с iPad в эту игру играл, ну, на протяжении двух месяцев просто маниакально. А если бы еще найти способ, как это монетизировать, у них там, правда, есть действительно in-store purchase за дополнительные баллы, либо ты сам просто можешь играть в нее там бесплатно каждый час, если менять, менять, или два раза в час. Ну, там определенно есть монетизация. И привлечь можно было в том числе и рекламных спонсоров под это дело. Вот такие игры, мне кажется, это прорывная технология. Ну, это скорее, да. Это игры из раздела сессионных мини-игр, когда собирается некоторое количество людей, и они одновременно проходят какую-то сессию. У нас есть такие игры на портале Mail.ru, есть раздел мини-игр. Вот там представлены все наиболее популярные игры. То есть там есть как квизы разные, там есть и настольные игры. Но это область примерно та же. А квизы вообще пользуются популярностью? Или это все-таки не хитрый? Знаете, они популярны, это нишевая. Это все-таки нишевая аудитория. Да почему? Вот я, понимаете, я тупо задаю этот вопрос. Ну, почему? Потому что мне это абсолютно непонятно. Почему, например, тревел-агентство не занимается спонсорством, допустим? Это еще одна как бы история с монетизацией. Одно время в Фейсбуке пользовался очень популярно, и сейчас она есть там примитивные географические игрушки, да, там тебе показывают, нужно быстро. Так, показали Лондон, покажи, где Лондон. Показали там, быстро покажи Шри-Ланку. Там есть таких игр, огромное количество, да? Недавно я видел гениальную абсолютную игру, сделанную на базе Google Maps. Показывают вам кусок из Google Maps, вы должны догадаться, где вы находитесь, и отметить это место на карте. Это просто маниакально затягивающая игра. Это действительно требует привлечения интеллекта. Естественно, не показывают, там нельзя отъехать так, что ты увидел, где находишься. Небольшой кусочек, там можно догадаться по пейзажу, по вывескам иногда, когда повезет, по тому, на какой стороне дороги едет машина. Это интеллектуально, это привязано к географии. Да и любой туроператор в качестве спонсора, это была бы прекрасная история. Почему-то тоже этого нет. Вопрос риторический, я понимаю. Просто мы сейчас с вами вместо того, чтобы рассказать о том, что есть, пытаемся открыть новые ниши, которых почему-то нет. Ну, мне вот как потребителю было бы это интересно. Ну, после выпуска новостей, если не трудно. Ну что, возвращаемся в студию, обсуждаем индустрию игр с Дмитрием Совком, руководителем департамента развития бизнеса Mail.ru Group. Напоминаю, телефон наш в студии 6510-99-6, код города 495 или на страничке finnam.fm. Итак, Дмитрий, мы с вами остановились на вопросах, почему нет. Все-таки поговорим о том, почему есть. Вернемся к полной первой части нашей программы, где мы говорили об объеме рынка. Что нужно сделать, чтобы рынок действительно наш продемонстрировал еще более бурный рост и сравнялся как-нибудь с крупнейшими рынками стран мира? А, кстати, кто крупнейшие рынки стран мира? Америка и Китай на сегодняшний день. Ну, с Америкой это понятно, а Китай чего? За счет населения, да? Конечно же, конечно же. Существенно превышает российский рынок. Если мы возьмем онлайновый рынок России и Китая в сравнении, то это разница раз в 10. А скажите, пожалуйста, что может стать сейчас драйвером роста? Не исключено, что драйвером роста может быть различная поддержка, создание инфраструктуры для разработчиков, для игровых разработчиков. А кто должен этим заняться? Есть какой-то... На государственном уровне. Скорее всего, на государственном. А государство это зачем? А если мы возьмем, например, корейский пример, вот, то со стороны корейского правительства идет активная поддержка игровых разработчиков для того, чтобы эта индустрия развивалась и процветала. А в чем может выражаться государственная поддержка? То есть как создается такая инфраструктура? Это различные налоговые льготы, прежде всего, для разработчиков. Помимо всего прочего, в Корее был интересный прецедент, что корейское правительство, оно поддерживало открытие интернет-кафе. Вот, стимулировало различным образом. Таким образом, в Корее прекраснейшая скорость интернета на сегодняшний день. А поскольку есть интернет-кафе, то, конечно же, должен быть контент для интернет-кафе. А это игры наиболее интересные. То есть государство должно поддержать путем создания интернет-кафе. А почему сами игроки рынка, вот почему бы вам, помимо Mail.ru, кто сейчас присутствует из крупных игроков на этом рынке? Есть несколько компаний, да, помимо нас. Компании Nova, например. Специализируешься чисто по играм, насколько я понимаю. Да, да, да. Компании Nova, компания Nikita Online, компания Nival, Destiny. Ну, то есть где-то там 5-6 крупных участников рынка. Если все заинтересованы в создании рынка разработчиков, если всем вам интересно, чтобы это появилось в стране, может быть, не ждать милости от природы, а просто заняться этим сами? Занимаемся этим сами, действительно. Все это идет не так быстро, как хотелось бы, но с нашей стороны организовывается в институтах курсы для разработчиков, для тех, кому интересно было бы делать игры. Вот, то есть всячески поддерживается с точки зрения образования. Вы, кстати, вначале говорили о кросс-платформенности, вы говорили еще и о играх консольных. Да. Вот этот сегмент мы сегодня абсолютно не обсудили. Вы имеете в виду всякие Nintendo и прочее? Да, под консольным подразумеваются три платформы. Это Xbox, это PlayStation и Nintendo. На сегодняшний день в основном присутствуют оффлайновые игры, то есть с возможностью мультиплеера, мы их онлайнами не называем. Но рынок движется в сторону того, что на консоли в ближайшее время будут появляться онлайновые продукты. А каковы шансы, что российские разработчики тоже поучаствуют в этом? Есть ли у нас самостоятельные разработки для подобных платформ? Да, на сегодняшний день есть разработчики, которые специализируются исключительно на консолях, вот чувствуют себя неплохо, вот тоже эта ниша есть. Но Mail.ru не работает в этом направлении? В консольном направлении нет, не работает. Наша специализация пока онлайновые игры, вот игры для PC, для мобильных и для соцсетей. А к какому сегменту вы тогда отнесете сегмент Smart TV? Smart TV это новая платформа, она на сегодняшний день еще не так значительно присутствует на рынке, то есть умные технологии. Но вы чувствуете у нее будущее? Будущее у них определенно есть, конечно же. А вот в какое время это станет популярным, массовым, именно в какой момент телевизоры будут в каждом доме Smart TV, вот это пока сказать сложно. А вы считаете, что задержка только за этим, а не за тем, что сама платформа нет? Это нельзя назвать платформой, да? Это, скажем так, идея, концепт. По сути, это платформа, но стоит учесть следующее. Человек приобретает телевизор прежде всего для того, чтобы смотреть телевизор. Да не знаю, нет, по-моему, уже нет. Я вот, например, постоянно пытаюсь найти новые функции, вот именно Smart TV. То есть смотреть YouTube на телевизоре не очень пока интересно. Вы скорее исключение, вот хорошее исключение из правил. Мне кажется, что нет, потому что с тех пор, как появились, вот те же игры Бердс оказались на платформе на Smart TV, да, то есть там, опять-таки, не занимаюсь рекламой, но это тоже была самсунговская разработка, где стало возможным, и Филипс вам тоже самое сделал, да, где можно жестами играть. Я не пробовал, но я допускаю вполне, что дети в это будут играть просто с огромным восторгом. Другой вопрос, как это монетизируется. Но мы забываем о том, что, опять-таки, возвращаясь к предыдущей части нашего разговора, комбинация телевидения и игр может дать очень интересный интерактивный симбиоз, да, то есть, по-моему, как раз те игры, о которых мы с вами говорили, кто хочет быть миллионером, пожалуйста, отвечай на те же вопросы, да. Отвечаешь на те же вопросы одновременно, это уже интерактивность по игре. Это игра? Игра. Это телевидение? Телевидение. Это симбиоз, да. И об этом уже много... Помните, как там твердили, это вот трипл-плей сейчас будет, сейчас будет интерактивное телевидение. Я бываю там на всяких конференциях и выставках, так же, как и вы, когда говорят слово интерактивное телевидение, говорят, ну вот смотрите, у нас появилась возможность записи отложенной, да, или мы можем там вырезать рекламу теперь, тоже не очень понятно, там как с легальной точки зрения, но все эти представки, то, что называется сейчас интерактивностью, это вы, простите, на мертвому припарке, да. А вот я, например, вижу рынок реальной интерактивности примерно в таких вещах, было бы очень интересно, чтобы кто-то наши разработчики первыми оказались на этом. На сегодняшний день, да, рынок идет в сторону интерактивного телевидения. Единственный еще минус у интерактивного телевидения, это возможное взаимодействие с телевизором. Все-таки согласитесь, что управлять с пульта телевизора в какую-то игру, ну не в каждую. А сейчас жестами уже можно? Жестами, да, да. Вот сейчас есть камеры, можно управлять жестами. Но, опять же, здесь вопрос задержки вот именно между вашим жестом и, по сути, действием на экране. То есть, да, такая технология... Я не пробовал, поэтому я не знаю, но как раз, если как бы тут называется foresight, да, если мы как бы посмотрим вперед, ну как бы хотелось бы, чтобы наши разработчики-то пока другие эти, или, может быть, занимаются наверняка. Такая технология существует, конечно же. И можно даже взять для примера, есть консоли, PlayStation Xbox, у которых есть джойстик, и Nintendo, которая сделала акцент на том, что пользователь должен играть с помощью махания руками, ногами, ну вот таким образом взаимодействовать в игре. Я ни разу в жизни не играл просто ни в одну из консольных игр, поэтому... Нет, я видел, как это делается. Краткое объяснение, да. Также есть Kinect. Это камера, которая дополнительно ставит... Которая снимает жесты, да. Также снимает ваши жесты. И все равно, то есть они есть, да, игры есть, ниши есть, но все равно самым мейнстримом все равно остается лежание на диване, держать в руках джойстик и двумя пальцами управлять вселенной на вашем игре. Я думаю, что, учитывая эволюцию мобильных устройств за последнее время, я думаю, что вполне... Во-первых, уже существуют, да, игры и приложения, которые позволяют мне с iPad, да, делать жесты на iPad, получать, соответственно, респонс от телевизора, да, то есть у меня ремонт-контроль и того же Apple TV, у меня руками двигается с iPad или с iPhone. Что мешает сейчас? Все верно, но у вас нету тактильных ощущений. Да ладно. По сути, по сути, экран... Ну, значит, это будет iPad, который будет с обратным респонсом, у которого будешь нажимать, а тебе в ответ будет там ощущение. Интерактивный экран, скажем, который будет давать ощущение. Значит, это будет следующее, что будет в iPad. Ну, вот он должен выйти для этого, да. Ну, так мы же вперед смотрим. Да, проблема сейчас интерактивного телевидения в том, что отсутствует полноценный контроллер, который можно было... с помощью которого телевизор можно было бы использовать как игровую приставку. Но мы-то смотрим вперед, нам же неинтересно сказать, смотри, слушай, клевый рынок появился, давай-ка мы сделаем 115-ю ферму. Нам интересно подумать, как эта ферма будет управляться с появлением новых устройств, а еще лучше создать это устройство и разбогатеть на этом. А делать 115-й клон, это же никому не интересно. То есть, может быть, это интересно, если это поставить на поток, как в случае Mail.ru, сделать из этого фабрику. Ну, простите меня, я все-таки предпочитаю более продвинутый. Я очень надеюсь, что наши разработчики Mail.ru в том числе как-то больше двинутся в эту сторону, так, чтобы быть впереди планеты всей. Но мы пока разработчики программного обеспечения, то есть это все-таки больше техническая составляющая, разработка контроллеров. Это не обязательно разработка контроллеров. Вы же вполне можете подумать, слушай, мы придумали вот такую гениальную игру, но для того, чтобы она действительно стала продвинутой, давай-ка мы контроллер изобретем. Или просто вот с кем-нибудь вместе этим делом займемся. И тогда это будет прорывное абсолютное устройство. Точно так же для социальных сетей. Насколько я понимаю, разработчики, они делают игры, если, допустим, вы сделали для себя, вы же не продадите это Фейсбуку или кому-то еще эту игру. Или продаете? Если мы не можем оперировать ее сами... Скорее вопрос, купят ли они, да? Нет, если мы не можем оперировать ее сами на определенном рынке, то да, мы ищем оператора, который может ее оперировать. Но вам это выгодно, насколько я понимаю. Конечно. А какие из социальных сетей для вас наиболее интересны для сотрудничества, как для разработчиков игр? Из внешних китайских. А насколько активно идет взаимодействие российских игроков с китайскими? Российских и китайских взаимодействия игроков российских и китайских его нет. Я имею в виду игроков, не в смысле игроков рынка, а не в смысле игроков рынка. А, игроков рынка очень плотно сотрудничают с китайскими, с корейскими разработчиками и также издателями. А что наиболее интересно, на ваш взгляд, на их рынке? Потому что мы, на самом деле, очень плохо представляем не то, что объемы их рынка, а вообще, что там сейчас является хитами и так далее. На корейском рынке также происходит рост мобильных технологий, то есть мобильного рынка. Вот до недавнего времени доминировали, да и сейчас действительно тоже доминируют клиентские онлайн-игры, но вот в последнее время начали очень существенно развиваться мобильные игры. Что касается китайского рынка, то там все-таки доминируют клиентские игры, опять же, и браузерные. А с точки зрения контента, вот мне просто интересно, потому что когда я гляжу на японский, там, китайский, корейский рынок, вживую, когда там бываю, я не очень понимаю, что делают эти люди, да. Это совсем другая вселенная, они играют в другие игры, у них абсолютно другая психология. Возможно ли как-то с точки зрения, я не знаю, менталитета, да, попытаться пробиться на их рынок или наоборот какие-то игры портировать сюда? То, что вы говорите, это скорее про японский рынок, да. Ну, японский, да. Он действительно существенно отличается. Вот. А если мы взглянем на российский рынок на сегодняшний день, российский рынок онлайновых игр, то большинство игр не от разработчиков российских, они в основном от разработчиков из Кореи. Почему так получилось? Корея оказалась передовой с точки зрения разработки онлайновых игр. Вот. И качество проектов, которые они делают, оно вполне подходит российской аудитории. А потом у них есть неисчерпаемый запас, ведь когда у них кончится как бы станет дорого делать это в Корее, у них всегда есть Северная Корея под боком. Научить северных корейцам программировать, и мир рухнет, для начала им нужно договориться, как только договорятся. Ну, я думаю, что они давно договорились, просто мы, слава Богу, об этом еще не знаем. Тем более, что за китайскими хакерами, там как раз северокорейские, они, ребята ушли, я думаю, что это будет интересно очень посотрудничать с ними. Ну что ж, на этом наша передача уже потихоньку подходит к концу. Я надеюсь, что российские разработчики в ближайшее время продемонстрируют нам какие-нибудь хиты. В студии был Дмитрий Савков, руководитель Департамент развития бизнеса Mail.Rug Group и я, Игорь Виталь. Завтра услышимся в то же время.